Салям алейкум, здравствуйте, снова Крымская Солидарность в эфире. Находимся, хочу напомнить, возле Киевского районного суда на улице Воровского, город Симферополь, Крым, где проходит судебное заседание над Лемедеминовым Нариманом, в котором вчера был обыск, которому пытаются инклинировать статью 205, точка 2, часть 2. Вот народ пришел поддержать его, проявили свою солидарность. Так вот, Джиммад пришел, поддерживает. Сейчас попробуем взять несколько комментариев над людьми. Салям алейкум, Солидарность в эфире. Можете пару слов сказать, что происходит, с каким ньетом вы сюда пришли? Конечно же, вчерашняя новость по задержанию Наримана Мамединова, она потрясла, скажем так, крымскую общественность. И я пришел сюда, на здание суда, поддержать нашего брата. Он является гражданским активистом, журналистом, блогером, активным участником, скажем так, праздничных мероприятий. Я его давно знаю, еще, скажем так, со времен Украины, когда он участвовал в праздниках и так далее. Давно знаю этого брата, поэтому пришел поддержать и с требованием освободить, потому что это незаконно, несправедливо, то, что ему, скажем так, предъявляют. Саламас, что можете вы сказать по поводу сегодняшнего случая? Как было озвучено в предыдущем комментарии, пришли поддержать сегодня Наримана Мамедина, плохой суд. Он является отцом троих детей, гражданским журналистом, активистом, общественным деятелем, так скажем, блогером известнейшим. В его суде я вижу, прохождение на эту суду, я вижу посыл оказания давления как на крымстанских мусульман, на крымстанских активистов, защитников, так скажем, так и посыл на гражданских журналистов, которые освещают события в Крыму с целью донесения этой ситуации мировому, мировой общественности. Да, саламас. Холоро, саламас. Думаю, что дальше разговариваю еще по полу, мне слегка не предали убрать их. Салам алейкум. Крымская солидарность в эфире. Можете сказать, с каким желанием или неетом вы сюда пришли? Алейкум. Крымская солидарность в эфире. Показать, что этот человек не заслуживает того, чтобы его удерживали таким образом. По сути, он не является преступником, он ничего плохого не сделал. Поэтому я считаю, что это неправильно. И хочу, чтобы его освободили, чтобы его отпустили, чтобы он вернулся в себе домой. Вот с такими требованиями джемат пришел в суду, показали свою солидарность, пришли поддержать брата Наримана. Сейчас попробуем еще взять у других тоже людей, которые могут сказать что-то. Машаллах, джемат подтянулся, джемата немало. Саламу алейкум. Саламу алейкум. Что можете сказать по поводу сегодняшних событий? С каким ниетом вы пришли сюда? Алхамдулля, Нариман является гражданским активистом, является гражданским журналистом и в стороне не мог остаться от этого происходящего. Решил прийти и считаю, что Наримана требуют, чтобы его освободили. Аллах разнулся. Что можете вы сказать по этому случаю? Насколько я знаю от этого человека, то есть это человек, который никогда не оставался в стороне, он старался освещать все события, переживал за проблемы, которые есть в народе, есть в обществе. И сегодня я считаю, что за это его не посадили, а арестовали. Он оправдывался. Решила вот с такими комментариями, Джима, сейчас подойдем и сюда. Саляму алейкум. Рымская солидарность в эфире. Что можете сказать по сегодняшнему суду? С каким ниетом вы пришли? Ну, пришли поддержать нашего брата Наримана. Он гражданский активист, очень хороший человек, лично знал его. И думаю, что суд это способ напугать крымских татар, мусульман Крыма и незаконно осудить наших братьев. Саляму алейкум. То есть Джима пришел поддержать нашего брата Наримана, активиста, журналиста гражданского. Требует освободить его. Ходим вот в толпе, видим, что Джима все приходит и приходит, как вы видите. Также хочу сказать, что здесь ходят сотрудники полиции, снимают как людей на свои личные телефоны, также и номера машин, которые стоят поблизости, и фото, и видео, фиксацию делают. То есть, по сути, она незаконная, потому что ведется на личный телефон и без каких-либо оснований. Сейчас попробуем открыть. Саляму алейкум. Крымская солидарность в эфире. Можете сказать пару слов по сегодняшнему случаю? С каким ниетом пришли к изданию суда? Ну, пришли с неетом поддержать нашего товарища, выразить свою солидарность с ним. Мы знаем этого человека. Парня обвиняют в участии в терроризме, я не знаю, или распространении террористических идей каких-то. А мы его знаем как человека, который заботился проблемами мусульман, крымских татар. Говоря о том, что этот парень распространяет какую-то террористическую идеологию, это значит обвинить всех мусульман, потому что его интересовали только проблемы мусульман. Значит, все мусульмане интересуются только терроризмом, что ли? Это уважаемый человек, хаджи, активный человек, который проводил праздники для детей. Ничего близкого к понятию терроризма мы за ним не наблюдали, знали его много лет. Это достойный сын своего народа. Все это ложь. Судить надо в этом государстве коррупционеров, шовинистов. Саунас, Аллах, Аллах, Аллах. Дальше. Саляму алейкум. Крымская Солидарность в эфире. Можете пару слов сказать по сегодняшнему суду, с каким ниэтом вы сюда пришли? Во-первых, сказать хотелось бы многое, но акцентировать внимание на следующем. Мимедиминов Нариман, да, это человек, который показал себя только с положительной черты. Это человек, который всю свою жизнь, можно сказать, посвятил проблемам джемата. Он освещал обыски, он постоянно присутствовал на судах, он постоянно говорил о тех несправедливостях, которые в отношении мусульман Крыма, крымских татар, уже как на более четырех лет идут в адрес нашего народа. И поэтому я вижу, да, что егошнее задержание и суд сегодняшний, это не что иное, как унизительное отношение в адрес всего народа, не в отдельной личности. И я считаю, да, что каждый человек, пришедший сюда, вышел высказать свою солидарность вместе с этим человеком. И последнее, да, на что хотел бы акцентировать внимание, что единственное, да, что можно требовать, это чтобы этого человека отпустили, чтобы закрыли дело в отношении него. Ведь в противном случае это будет касаться каждого крымского татарина, каждого мусульманина. Чоксал у нас. Чоксал у нас. Чоксал у нас. Вот так вот комментируют прихожане сегодняшние, которые пришли к зданию суда поддержать Медиминова-Нариману. Вот приехал Ахузак. Два Ахузака, как видим. У нас уже начали собираться от полного томона, в окна. Вот такие вот так происходят суды и скопления народа. То есть сразу приезжает ОМОН. Здесь же сотрудники. Сама. 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 Вот. Сама. Сама. Аллах разолся Аллах разолся Аллах разолся Известный сервер Хараметов Свой приход к зданию суда Хочу сказать В кратком переводе Спросил с каким Желанием Для чего пришли К суду Он сказал, что пришли на суд На Риману, которого забрали вчера И ждем Чем закончится этот суд И показать, что мы все вместе Солидарные Яшина и друг друга Пусть его взяли за что По сути Попробуем поближе Аллах разолся Задавим Ахута Аллах Мишалаевсен Задавим Джолсон Вот так Вот так Уехали Сотрудники ОМОНа Так выходят Суды в Крыму Установку Установку на коле Вот здесь вот стоят Женщины, которые пришли поддержать Отдельно от мужчин Чтоб не было смешания Попробуем Попробуем В этой колпе тоже снять кого-нибудь Салям Алейкум Крымская солидарность в эфире Можете сказать пару слов С каким ниетом Вы сюда пришли По поводу чего вы здесь Что ты Скажи Во первых Что я хочу сказать Это мой соотечественник Это друг Мы с одного села И поэтому я не равнодушен К тем происшествиям И к тем действиям Которые происходят В отношении Нариманова и Медеминова Я не согласен с этим И поэтому я пришел сюда Выразить свои несогласия Что вы можете сказать Ну в принципе Я тоже вот присоединяюсь К тому что сказал брат И хочу как бы Добавить то что это Гражданские активисты Журналисты И я понимаю Что какое-либо давление На гражданских активистов Журналистов Это и есть Запрет вообще свободы Слово Да И поэтому Ну я как Человек неравнодушный Как наш соотечественник Я пришел Поддержал Ждите Салам Аллах разулся Братцы до мне Вот такие вот комментарии дают нам братья Попробуем еще Салам алейкум Жинская солидарность в эфире Можете сказать пару слов С каким летом Вы собрались здесь Да Сегодня проходит суд Над нашим братом Нариманом Это мой Любимый брат Друг Гражданский журналист Который не оставался в стороне Всех тех событий Которые происходили в Крыму Сегодня его судят Я считаю что судят его незаконно Это наш любимый брат Которого мы все прекрасно знаем Которого мы все очень сильно любим Да Мы хотим чтобы он вернулся в свою семью Мы требуем его освободить Нашего любимого брата Гражданского журналиста Наримана Имеи Деминова Салам Салам Пошедшие поддержать Показали свою солидарность Что судно То есть Гражданского журналист 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 Чтоб штрафовать, наверное, за незаконную парковку, это понятно. Хотя знаков никаких нету, что парковка здесь запрещена. Так я собрался, чем я. Стоит ли вопрос к зрителям Крымской солидарности? Стоит ли дальше продолжать, или на данный момент вести стрим, или все же остановить, так как ничего, в принципе, такого не происходит, что можно было показывать. Если говорить и ведем дальше, то мы ведем еще раз дальше наш стрим. И показываем, освещаем, то есть или делаем перерыв. То есть это вопрос к зрителям, которые смотрят, следят за онлайн-трансляцией, а их 44 человека на данный момент. Можете в комментариях написать продолжать, или пока ничего интересного можем остановиться. Вот так проходят суды в Крыму. Женщины отошли назад, чтоб на всякий случай не провоцировали, чтоб не нападали на женщин, как это любят сотрудники ОМОН. Как мы видели при обыске у Сейдомета Мустафаева, когда сотрудники ОМОН дубинками били женщин, а точнее пытались побить их, но мужчины заступили за них, и за это их оштрафовали. Аллах разолосен. Ну, я думаю, ОМОН-овцы просто будут стоять до приказа, то есть определенного, поэтому я думаю, они пока ничего не будут предпринимать. Пока тогда продолжаем стрим, вот я смотрю, просят. Ну, уже ОМОН-овцы вот несколько штук повыходило, остальные сидят. Когда мы пока продолжим нашу трансляцию, если все будет тихо, то есть мы прервемся. Аллах разолосен, наверное, встал. Ну да, я же говорю, то есть забрали одного гражданского журналиста, активиста с Металса на замену, ему пришли десятки, то есть мы видим, что у всех, ну не у всех, у многих, то есть телефонный поднятый вверх, который снимает. Алейкум ассалам. Ва рахмату Аллаху и ва ракет. Продолжаем пока наш стрим, просят зрителей. У нас уже 50 зрителей. На римана забрали, пришли десятки. Заберут десятки, заедут сотни. Такая солидарность у крымско-татарского народа. В этом они солидарны друг другу, в этом поддерживают друг друга. В любой беде вот там что-то происходит, попробуем узнать. Сейчас быстренько подойти. Что-то говорят. Подошли сотрудники милиции, что же они нам скажут. Давайте поближе, попробуем пробиться. не слышно, что они хотят. А, вышел, Эмиль Оган. Сейчас попробуем. Вышел адвокат Нариманов и Медиминова. Попробуем взять у него комментарий, что он нам скажет. Нариманов и Медиминова, адвокат Билемиль Побединов, всем известный адвокат в Крыму. Студия по себе в какие-то стороны. Да, он туда, на поле. Только не отключайтесь, следите. Тогда Джима куда-то встань. Может, на фоне силовиков, а их не видно там. Ну, вот туда встань, вон эти все знаки, все видны. Ну, сколько Джима, давайте я вот так тогда встану. Надо вот так встать, а мы с этой стороны. Джима, сзади, это промежуточный или что у нас? А тут сторону проходите. Сюда, ближе, ближе. Понедельник. Понедельник. Хочу показать, сколько вот Джима. Деньги. Собралось. Вадим, по-моему. 2,30. Нет. 2,30. Это я отдельно скажу, сейчас посмотрю. 2,30. Только что состоял судебное заседание, на котором до 16 мая этого года был по ходатайству ФСБ был арестован Нариман Мемедиминов. Все прекрасно знают, что Нариман был гражданским журналистом, человеком, который никогда был и есть, который никогда не остается в стороне. Он был активистом крымской солидарности и сегодня его обвиняют в пропаганде терроризма. Сам Нариман назвал это обвинение полной чушью. Все прекрасно понимают, за что преследуют этого человека. Сегодня не было ни одного основания для того, чтобы его сажать в следственный изолятор либо в тюрьму. Такая постановка вопроса и вообще посадка его в тюрьму это способ давления на него. ОДОН ОДОН Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Дайте доскажут! Аллаху Акбар! Да, вы видите, что все очень эмоционально воспринимают арест Нариманова и Медиминова. Мне буквально не дают договорить до конца сотрудники полиции. Я говорю о том, что он был, значит... Изрушительный перебей. Перебейте. 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 Не надо раскопиться. Две минутки. Суд был закрыт. Мы сейчас услышим, что было. Одна минута. Я точку поставлю и разойдемся. Хорошо. Спасибо. Значит, последний день на обжалование это в понедельник. До понедельника это решение будет обжаловаться.